Всем здарова, друзья! Меня зовут Михаил Халецкий, и сегодня побеседуем про первый пак книжечек, которые я вывез с ММКВЯ-2019. И начнем мы с книги Ван Гозера Яны Вагнер. С Яной Вагнер я, как с автором, познакомился еще в 2018 году. Как раз вышла ее книга «Кто не спрятался». Это блестящий детектив в жанре «худанет», в рамках которого группа друзей, которые давно друг с другом знакомы, оказываются в домике, изолированном от мира, где-то в горах Восточной Европы. И, вы знаете, они ложатся спать первую ночь, просыпаются, а потом выясняется, что один из них убит. Не просто погиб, а именно убит. И как такое могло случиться? Как люди, которые давно были с собой знакомы друг с другом, как вдруг один из них смог совершить такое страшное преступление? Я безумно проникся стилем автора, я проникся самой историей, я проникся тем, как сам дом выступил отдельным персонажем. Словом, все супер. После этого я взялся, ну вот уже совсем недавно, за книжку Яны Вагнер Ван Гозера. Это, если я правильно понимаю, первый ее роман. И она его писала в таком режиме, что побеседовала с семьей, как она рассказала в своем интервью, интервью ждите на канале. Так вот, побеседовала с семьей об постапокалипсисе, о том, как это все могло бы развиваться, ну скажем, на территории России, может быть, рядом с Москвой. Она просто села и написала первую главу и выложила ее в ЖЖ. Люди почитали, причем-то было лет 8 или 9 назад. Люди почитали, людям понравилось, ну и пошло, поехало, закрутилось, завертелось. И вот она написала целую книжку. Что нужно понимать про Ван Гозера? Это действительно типичный постапокалипсис. У нас есть Москва, по сути это Москва, да? У нас есть эпидемия, которая выкосила серьезную часть населения. И у нас есть главные герои. Девушка, повествование от первого лица, ее зовут Аня. Ее мужчина по имени Сергей и сын Ани от первого брака, по-моему, по имени Миша. Тезка мой. Что там происходит? Они вместе с еще одной парочкой и еще с парой важных людей, сейчас скажу о них, пытаются спастись. Они пытаются из Москвы вот так вот так-так-так-так-так-так в сторону Карелии на север добраться до Ван Гозера. Это изолированная локация, в которой они смогут укрыться от вот этих вот, ну не зомби, да, но от самой эпидемии. Чем важна эта книга? Одна из ключевых ее особенностей это внутренний монолог героини и ее переживания из-за того, какой еще человек пытается вместе с ней спастись. А пытается спастись в этой команде, в этой группе людей бывшая жена Сергея, которой, возможно, у Сергея какие-то чувства, но как минимум у него есть чувства к своему ребенку, потому что Сергей, уйдя от своей предыдущей жены, он оставил не только ее, но оставил еще и там ребенка. И, соответственно, Аня постоянно переживает, как относится Сергей к ней самой, как он относится к этой второй даме и так далее, и так далее. Словом, это очень важный аспект этого романа, ну и плюс это все развивается с пейзажем, таким постапокалиптическим. Заброшенные машины, попытки людей выжить, они доедают какие-то консервы, они доверяют, не доверяют друг другу. Словом, интересная история, плюс уже есть трейлер сериала, друзья, а сериал по этому роману выйдет в ноябре, мне кажется, 2019 года на телеканале ТНТ Премьер. Так что читаем, смотрим, изучаем. Далее, друзья, сразу три книжки Мария Долонь, да, первая Черная полка, далее Черные дельфины, далее В черном теле. Как ко мне попали эти книжки, друзья, я получил их от авторов, да, да, друзья, не от одной авторессы, как сейчас сказали бы, да, авторки, а от группы авторов, потому что Мария Долонь, друзья, это псевдоним. За ним скрываются пять дам, они прошли курсы как раз-таки Татьяны Толстой и вместе как-то так хорошо сработались, что решили писать, действительно писать вместе. У меня с ними тоже скоро будет интервью на канале, ни в коем случае не пропустите, мы очаровательно с дамами пообщались, потому что узнав про такой проект, я просто не мог упустить возможность и не расспросить людей о том, как же они свой рабочий процесс строят. При этом я уже успел где-то половину прочитать первые книги, пока ехал в поезде Москва-Брянск, и сюжет у нас примерно следующий. У нас есть дама по имени Инга Белова, она проработала энное количество лет в редакции модного журнала, популярного журнала QQ, понятно, к чему референс, да, но в силу серьезного недопонимания и, по сути, ее так, можно сказать, подставили, да, ее увольняют. Она оказывается фрилансером, но тут происходит следующее, ее старый знакомый искусствовед, культуролог и телеведущий умирает. Он вроде пожилой человек, вроде бы логично, смерть из старости, ничего особенного, но вдруг выясняется, что по всей видимости это отнюдь не старость. Возможно, его убили. Я положительно доволен книжкой, у дам первый труд хороший, и они говорят, что остальные тоже хороши. Я очень надеюсь отдельно вам про эту книжку рассказать, потому что, ну, наверное, референс типа Донсова на максималках, он здесь подойдет, но хочется подетальнее, поинтереснее, повнимательнее в нее вчитаться и побольше вам рассказать. Остальные книги тоже про эту же героиню по имени Инга Белова. У нас есть «Черные дельфины» и есть, пожалуйста, «В черном теле». Вот такие книжки я с собой взял с МКВ. Далее, друзья, две книжки от «Альпины». Я сходил в гости к ним на такую штуку под названием «Завтрак для блогеров». Мы очень круто пообщались, послушали редакторов, мы послушали арт-директора, очень клево посидели, очень любопытно было. Ну и получил какую-то порцию книжек я, да, среди прочих. Это «250 дерзких советов писателю». Здесь вышла эта книжка в издании «Альпина Покет». Ну и вот коротенькие такие рекомендации, да. Клише – это «Кирпичная стена перед читателем». И маленькая рекомендация. «Скажите мне, как пахнет осел». Ну вот такие, знаете, максимально личные, максимально в чем-то броские, проактивные рекомендации. Вот что можно увидеть в этой книге. Возможно, точно так же себя повел и Марк Мэнсон, друзья. Все хреново. Возможно, вы помните, да, личный тайтл. Просто конфетка. Возможно, вы помните. Я уже делал на канале обзор про предыдущую книгу Марка Мэнсона. Называется она в оригинале «The Subtle Art of Not Giving a Fuck». По-русски сначала хотели перевести «Тонкое искусство пох-изма», но в итоге остановились на «Тонкое искусство пофигизма». Там изображен на обложке такой же медведь, только, видите, в первой части оба глаза закрыты. Здесь один глаз открыт. Может быть, в третьей части, скорее всего, она будет, уже оба будут открыты. В чем особенность этой книги? Ну, я так понимаю, Марк продолжает развивать те же самые идеи. Это self-help, но немножко бунтарский, в чем-то провокационный. Если хотите, обязательно посмотрите про первую часть. Ссылочка будет в описании. Предпоследняя книга этого ролика называется «Как перестать учить иностранный язык и начать на нем жить» «Анастасия Иванова». Анастасия Иванова — это инстаграм-блогер, который действует под ником UseYourEnglish, если я правильно помню. И она написала книжку, в которой на основе собственного опыта изучения языков рассказывает про то, как же это все делать, скажем так, эффективнее. И когда я ознакомился с оглавлением, когда я читал какие-то отдельные строчки, я уже понял, что мне, ну, скажем так, стилистика и посыл Анастасии очень близки, потому что, да, язык — не предмет, а стиль жизни. Ну вот, не могу, не могу не согласиться. Ждите достаточно подробный обзор, тема языков мне близка. Обо всем расскажу. Наконец, последнее произведение, которое попало ко мне в руки, это «Говард Филлипс Лавкрафт. Пишущий в ночи». Что это такое? Это комикс, друзья. Тот самый комикс, который, возможно, вы уже встречали где-то у себя в новостной ленте. И главным героем в данном комиксе выступает не кто-нибудь, а Говард Лавкрафт. И, например, вот здесь у нас сцена, в которой Гудини, да, знаменитый иллюзионист, фокусник, предлагает Лавкрафту написать небольшое произведение на тему, мне кажется, астрологии, того, насколько она неправдива, нерабочая. Вы можете у себя на экранах, да, вот, видеть, как выглядит рисовка, можете посмотреть также кадры просто в интернете. Наверное, да, хороший презент для любого фаната, но насколько увлекательная история, скажу, наверное, в инсте, тоже можете подписаться, когда, наконец, книжку эту прочитаю. Вот и все, друзья. Вот такая подборка. Пожалуйста, напишите в комментариях, какая книжка вас заинтересовала. Может быть, что-то из этого вы сами уже прочли, и с моими первичными мыслями вы согласны или, наоборот, не согласны совсем. На этом все. Продолжаю активно выкладывать видеоролики один за другим. Спасибо большое, что меня смотрите. И не забывайте получать знания и делиться ими. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok